Клянемся, до последней капли крови, до последнего удара сердца мы будем отстаивать Сталинград. В той мясорубке под Сталинградом осенью 1942-го оказалась и Нина Вологодская. Ей было всего лишь 20, а приходилось не только вытаскивать раненых с поля сражения, но и подбадривать унывающих подруг санинструкторов. Нина Алексеевна не скрывает, тогда личным примером для нее был Георгий Константинович Жуков. Он очень хороший человек был. Вот как только где не идет, ну не можем прорвать оборону и все. Сейчас же вызывают Жукова, Сталин вызывает Жукова, посылает, все, сразу, как по маслу. Это не просто рассказы пенсионерки Нина Вологодская сама видела Жукова. Не по телевизору или на газетных полосах, а на передовой, в окопах. А как же он приходил в нашу часть? Раз мы с ним идем в бой, да как это мы его не видели? Видели, конечно, небольшой ростиком такой, одетый хорошо всегда, чистый, побритый. У исследователей личность Георгия Константиновича вызывает противоречивые чувства. Одни по-прежнему считают его маршалом победы, другие воздерживаются от хвалебных речей. Есть разговор о том, что его победы были достигнуты, как говорится, не умением, а числом. То есть количество жертв, которые были привнесены на алтарь победы, значительно превышают, например, потери противоборствующей стороны. Особенно, например, берлинской операции. Прико Сталина взять Берлин любой ценой Жуков выполнил беспрекословно. Ведь победу действительно приближали, как могли. И теперь уже никто не скажет, получилось бы ранее репрессированным полководцам добиться мира меньшей ценой. Дело в том, что в 1936-1935 годах проводились маневры. В двух самых крупных корпусах военно-западный военный округ, которым командовал Убаревич, репрессированный, и в киевском военном округе, которым командовал также репрессивный Якир. Даже войска самых лучших двух передовых корпусов, они не соответствуют современным требованиям. Что касается Нины Вологодской, то она и сегодня верна своим взглядам. Все его любили такой. Потому что это Жуков, да Жуков. Все. Если Жуков пошел, то все за ним пошли. Из сотни боевых подруг из Сталинграда вышло всего шестеро. В том числе и Нина Вологодская. И за своим маршалом она дошла до Берлина. Наталья Жукова, Ирина Кистиева, Сергей Мякишев. Тюменское время.